на праздник святого Богоявления. Источник евангельских учений имеет отверстие потоки. Если кто-либо, испытывая жажду, пьет из этого источника, тот получает в себе жизнь. Получается жизнь по духу и закону заповедей, испытывая радость, более приятную, чем вино. Сладость духовных словец не знает присущения, потому что она увеселяет не чрево, а сердце, и приводит помысл благочестивых к божественной любви. Ты только что слышал в Евангелии, как Иоанн Креститель взывал собравшемуся отовсюду и крестившемуся иудейскому народу, «Я крещу вас в воде, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас духом святым и огнем». Идущий за мною, то есть в отношении к времени рождения. «Идущий за мною сильнее меня, я не достоин развязать ремень обуви». Какой обуви, которую должно было носить, носил Господь, так как Иоанн говорил, «я не достоин развязать ремень обуви». Здесь обувь говорит о таинствах домостроительства, потому что обувь называется «Во человечине Господне». И свидетель этого Господь, возглашающий через пророка, «На и дом простру сапог мой». Псалом 59.10. Поэтому и «Во человечине Господне» прослыло как подножие, так как оно явилось на земле и обняло пределы земли. Это именно объясняя с той и другой стороны, и пророк возгласил, «Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножий ног его». Псалом 98.5. «Я крещу в воде с покаяния, но идущий за мной сильнее меня». Лопата его в руке, его начистит гумно свой и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Когда Иоанн возвещал, а ты громко проповедовала Господи, сильнейшим, нежели он, то крести мы им противились Яну, говоря, «Пророк, разве ты имеешь кого-либо более сильного, чем ты? Зачем ты клевещешь на самого себя? Ты сын великого Захарии, ты вожделен для людей и страшен для детей и зверей? Уже ли ты имеешь кого-либо более крепкого, чем ты? Что ты пустословишь? Нет более крепкого, чем ты. Ты родился согласно с обетованием, ты указан Гавриилом, ты явлен в алтаре, ты разрешил связанный Гавриилом язык родившего тебя, ты назван Иоанном, что обозначает благодать Божия. Итак, зачем ты клевещешь на самого себя? Ты не имеешь более крепкого, чем ты. Иоанн же, как раб, свидетельствующий в пользу владыки, не допустив присвоения себе божественного достоинства, громко отвечал противостоявшему народу, говоря, «Вы говорите то, чего не знаете. Я свидетельствую о том, что знаю. Идет сильнейший меня. Я ради того. Он не ради меня. Я однеклодный. Он от девы. Я воин. Он царь. Я предтеча. Он небесный. Я получил духа взаимообразно. Он доставляет жизнь всем людям. Я вестник покаяния. Он податель сына положения. Я крещу вас водой, предочищая вас, как сосуды, загрязненные грехами. Он предложил мира благодати. Тот будет крестить вас духом святым и огнем, не жгучим, но осветительным. Я привожу в движение язык увещания. Он несет лопату правосудия. И снесет праведных, как спелый хлеб в небесную житницу. А грешникам и непокаявшихся предаст неугасимому огню, как метину. И дождь и за мной сильней меня. Того ожидайте к себе. От него примите совершенное крещение. Я светильник в некоторой части. А он, солнце, повсюду, идущий за мной сильнее меня. Когда Иоанн проповедовал это и подобно этому, крещенные им толпу народа ожидали, рассуждая друг с другом и говоря, потерпим и посмотрим на имеющее прикидь царство или блеск. Иоанн опихчил наши уши изумительными словами. Он говорит, что явится сильнейший его, несущий лопату и огонь, и духа. При этом, когда толпы народа нетерпеливо ожидали явления мирского царства, Иоанн увидел, что идет Господь всех и Бог. И вот Господь в человеческом виде, один только бедный, в одном хитоне, как один из всех людей, достигнув Иордана, наклонил голову перед Иоанном, желая получить себе от него крещение. И так, сверхсильного ожидания, заметив Христа, приходящего в этом уничиженном виде, Иоанн креститель смутился, недоумевал и был изумлен. Высматривал кругом место для бегства, желая скрыться от него, и не нашел, потому что невидимой рукой был удерживаем и останавливаем. Он воскликнул к удерживавшему его Господу, говоря, «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» «Что ты делаешь, Господи?» «Зачем предаешь меня толпам народа на смерть?» «Теперь толпы народные побьют меня камнями, как сказавшего ложь!» «Я возвестил о тебе великое, и ты явился, как бедный и пришлет, что ты делаешь, Господи!» «И вверху сын царя, и внизу царя же сын, я отнюдь не царского скипетра, покажи свою десницу!» «Зачем ты явился один только и бедным?» «Где множество твоих ангелов?» «Где легион архангелов?» «Где служащие тебе шестикрылые херувимы?» «Где лопата?» «Где огонь?» «Где твой святый дух?» «Ты прославил Моисея, показал светлое облако, произвел огненный стоп, чтобы он шел пред ним, осиял лицо его ангельской славою, раба блек столь великой славою, а ты, Господи, явившись в виде обыкновенного человека, преклоняешь передо мной свою голову!» «Посмотри вверх!» «Ты глава всех!» «Покажи, что ты!» «Ты обнаружил уничиженное!» «Покажи и высокое!» «Крести присутствующих и прежде всех меня!» «Что случится, если я пожелаю крестить тебя?» «Иордан не перенесет!» «Он узнал тебя, Творца!» «Повернул волны свои назад!» «Не течет вперед своим обычным бегом!» «Отвергает обычный порядок!» «Стихи узнают!» «И я ли не узнаю?» «Если хочешь быть крещеным, то крести сам себя!» «Я не простираю рук!» «Они отказываются соединиться!» «Сцепенеют!» «Сокращаются!» «Что удерживает?» «Они научились!» «Того не принимают!» «Мне надо накрестить от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» «Я знаю тебя, кто ты, и тебе известно, что я знаю тебя!» «Зачем скрываешь от меня, который знает тебя?» «Будучи связан в очреве моей матери и не находя выхода прежде определенного времени, я только созерцал тебя носимого стою, которую ты носишь!» «Я узнал тебя, и не имея возможности что-либо говорить, сам воспользуешь устами моей матери!» «Воскликнул через ее посредство, говоря слова, и откуда мне сие, чтоб пришла мать Господа моего ко мне?» «Там я не обманулся!» «Еужели здесь не узнаю?» «Мне надо накрестить от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» «Господь же, как только услышал, сказал ему, «Оставь ныне!» «Так нам подобает исполнить всякую правду!» «Оставь ныне!» «Ты не знаешь, что говоришь!» «Я знаю, что делаю!» «Ты желаешь, чтобы была открыта тебе слава моего божества настоящее время не позволяет!» «Все прекрасно в свое время!» «Ты говоришь истину, но не верят тебе, потому что народ иудейский неверен!» «Не назвал ли ты иудеев порождениями Исидн?» «Следовательно, как же ты хочешь, чтобы я был открыт для них?» «Они не принимают твоего о мне свидетельства!» «В силу своей подозрительности они подозрительно относятся к твоим словам, что ты предпеча!» «Оставь ныне!» «Они получат большее свидетельства!» «Оставь ныне!» «Так нам подобает исполнить всякую правду!» Иоанн же говорит ему, «Как, Господи!» И Господь ему, «Надобно тому, как я был обрезан, чтобы исполнить закон, и крещусь, чтобы утвердить благодать, если я исполню часть и часть оставлю без внимания, то оставляю домостроительство неполным!» «Мне надлежит исполнить все, что после этого Павел написал, а конец закону Христос праведность всякому верующему!» «Оставь ныне!» «Так нам подобает исполнить всякую правду!» «Оставь я, чтобы естество воды получило освящение!» «Мне надлежит исполнить все!» «Если я не получу от тебя крещение, то царь не пожелает быть крещенным от бедного Иерея!» «Оставь ныне!» «Оставь для того, чтобы свыше воскликнул Отец!» «Сей есть сын мой возлюбленный!» «Для того, чтобы иудеи не начали называть меня сыном плотника, но небесного Отца!» «Оставь ныне!» «Не протився Адаму!» «Я второй Адам, желающий омыть нечистоту при грешении того!» «Если я не буду окрещен, то как будет очищен тот Адам?» «Ведь поэтому я и крещусь тридцати лет, выждав возраст того Адама, чтобы через то, что было свойственно ему, утвердить мое!» «Оставь ныне!» «Чтобы исполнилось, сказанное устами пророка, глаз Господень на водах!» «И можно было видеть зрелище страшное!» «Содрогающийся Иоанн коснулся главы Господа, а когда сверху разверзлись небеса, то ангелы смотрели на происшедшее. Благодать же Духа в виде голубя, сходя на главу Господню, оттолкнула весницу Иоанна. И стояло множество народа, весьма недоумевавшего, и говорившего друг другу «Кто это?» Потом, как бы отвечая народным толпам, осведавлявшимся друг у друга о том, «Кто это?» Отец воскликнул, говоря, «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение!» «Его слушайте!» Родитель восклицает о своей нежной любви к сыну, чтобы ты понял намерение Создателя относительно мира, так как он отдал такового сына за таковых рабов, нежно любимого за ненавидимых, безгрешного за грешников, славного за бесславных. Итак, прославим явившегося Владыку с Отцом и Сына, и Святого Духа ныне и присно, и во веки веков. Аминь.